Месяц тому назад на презентации компактного кроссовера Jolion директор российского представительства Хавейла Джером Сиго пообещал нам скорый выход пикапа Great Wall Poir. Дословно до конца весны, но задержку в 11 дней мы считаем несущественной. Итак, Poir, что значит искаженное слово Power, это здоровенный рамный пикап, который в Россию поставляют напрямую из Китая, поэтому единственный вариант длиннобазный с пятиместной кабиной. Двухлитровый дизельный двигатель для нашего рынка чуть дефорсировали, чтобы уложиться в полторы сотни лошадиных сил. Но 400 ньютон метров крутящего момента остались. Турбомотору помогает восьмиступенчатый автомат ZF, а полный привод только жестко подключаемый. Комплектаций будет две, а в базовую включена диодная оптика и 18-дюймовые литые диски, две подушки безопасности, кондиционер и круиз-контроль. Камера заднего вида, подогрев передних сидений и бесключевой доступ. В топ-версии премиум добавлены центральная и задняя блокировки, камеры кругового обзора и климат-контроль. Продавать Great Wall, разумеется, будут дилеры марки Havail. В свою очередь российский филиал компании Geely полным ходом готовит старт-продаж обновленного кроссовера Atlas Pro, который должен состояться до конца июня. Как выяснилось, в нашу страну кроссовер придет в мягкогибридной версии. У нее под капотом скрывается кулрейевский полуторалитровый турбомотор, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором и литиево-ионным аккумулятором. На электрический двигатель возложена работа системы старт-стоп, а также выдача дополнительных 50 ньютон-метров крутящего момента при начале разгона. Так что Atlas Pro должен быть достаточно бодрым. Такой Geely имеет семиступенчатую роботизированную коробку передач. Это так называемая мокрая трансмиссия, у которой пара сцеплений находится внутри масляной ванны. Полный привод построен вокруг многодисковой муфты. В плане других обновлений гарантированы подретушированная внешность и радикально перекроенный салон. Обещано, что по качеству отделки он не уступит Тугеле, которую сама компания Geely считает премиальной моделью. Плюс, разумеется, про-версии досталась целая упаковка современной электроники. При этом убирать дореформенный Atlas представительство компании не планирует. У него останутся простые турбированные и атмосферные моторы безо всяких гибридных настроек. Редактор субтитров А.Семкин